Привет, друзья! Новогорск на связи. Молодежная сборная с радостью приветствует вас с нашей учебно-тренировочной базы. Мы готовимся к важным матчам против сборной Болгарии и Польши. На низших сборах у нас два новичка. Один из них сегодня у нас в гостях Константин Мородишвили. Кость, рад тебя приветствовать у нас в гостях. Много очень вопросов болельщики тебе посвящают. Я начну сначала со своих, потом задам вопросы наших болельщиков. Но прежде всего расскажи о происхождении своем. Откуда ты родом? Кто твоя мама, папа? Чем они вообще занимаются? Я очень рад посетить сборную Молодежную. Начну, наверное, с корней отца. Он грузин и родился в Грузии. Матушка, получается, русская. Познакомились они в Москве. Слушай, ты проведешь впечатление довольно очень спокойного, уравновешенного, взвешенного человека. А гражданут южные корни на тебя никак не влияют? Ну, за полем я, конечно, всегда спокойный, добрый и отзывчивый ко всем. Но когда я выхожу на поле, там, конечно, играет свою роль корни отца, характер, вот эта настырность, все вот это грузинское, все выплеск, все это на поле. Ты игрок, скажи, грубый, не грубый? Вот как вот эта вот вся южная кровь, она тебе больше во вред все-таки или в пользу? Я думаю, больше в пользу и тут по ситуации, скорее всего. Ну, конечно, когда бывает, там, разозлят меня и бывает, что могу по щиколоткам дать. Не без этого. Давай перейдем к нашим делам, к нашей Молодежной сборной. Расскажи, как ты узнала, вызвав нашу команду, какие у тебя чувства были, эмоции вообще? Что происходило у тебя внутри? Конечно, я был очень рад. Это же все-таки Молодежная сборная. Я думаю, это шаг вперед. Узнал, как ты ехал с тренировки, и в WhatsApp мне пришло сообщение от администратора Молодежной сборной. Мне написали, что нужно проверить паспорт и загранник посмотреть и проверить вообще, что там происходит. И после этого мы поехали с ЦСКА, с командой, проверились на диспансеризации. И вот потом мне написали, что все, молодежная сборная, и там список вывесили. Все вот так вот. Не было ли мысли, что, может быть, это розыгрыш? Или ты прям сразу понял, что это серьезно? Да нет, там не было такой какой-то розыгрышной интонации, там все по делу, ничего такого не было. С парнями, армейцами общался, кто уже в нашей сборной играет постоянно. Да, конечно, расспрашивал и у Облика, и у Чала, и у Дивея, что здесь как. Все хорошо, атмосферно, и хороший коллектив, все хорошие ребята, отзывчивые. Если сравнивать, допустим, ЦСКА и молодежку, какие отличия у этих двух команд? Понятно, что там стадонты в ЦСКА, здесь все молодежь более-менее, но в целом ты нашел какие-то различия или в целом похож? Различия, мне кажется, язык в какой-то степени, да, здесь на русском. Там у нас иногда бывает и что на английском надо сказать что-то, поэтому да, здесь только на русском говорят, вот это единственная разница. Ну хорошо, а может быть язык модно-молодежно здесь, а там и не всегда модно-молодежно в ЦСКА? Да нет, все, как я говорю, язык футбола он один, так что ничего такого нет. Расскажи, пожалуйста, как решил стать футболистом, как вообще пришел к этому, случайно, не случайно, или это был целенаправленный выбор твой? Ну, у меня раньше отец занимался футболом и он сразу без раздумий отдал меня играть в футбол, тогда еще не подозревал, что для меня это что-то значит просто как хобби, заниматься, заниматься, а потом через года все уже стало более серьезно и пришлось отдаваться этому полностью. В каком возрасте понял, что это всерьез и надолго, и что это действительно твой выбор, это не просто увлечение, это профессия? Понял серьезно, когда уже начались серьезные турниры, когда мы начали ездить по разным городам, там всякий Кубок Москвы, там турниры в Италии, в Испании, когда начинаешь вот по таким турнирам ездить, понимаешь, что и высокий уровень, и тебя уже потихоньку туда затягивает. Был ли какой-то у тебя сложный период на этапе с того становления, когда у тебя были сомнения, может быть, что может, а может и не получится, ну вот понимаешь, да, такое было сложное время? Да, у меня был такой момент, переход из академии в молодежную, вот тогда чуть-чуть тяжело мне давалось, потому что не справлялся с нагрузками в какой-то степени, и переход из детского футбола во взрослый тоже тяжело удался, но поэтому это серьезная игра, здесь никого не щадят. У тебя стремительно развивается твоя карьера, очень быстро, ты недавно дебютировал в ЦСКА, уже в молодежной сборной, как ты думаешь, в чем секрет твоего успеха? Я думаю, надо просто работать, постоянно совершенствоваться и идти вперед, и так потихонечку, потихонечку, и шаг за шагом, думаю, все получится. Нам впереди предстоит два важных матча против сборной Болгарии, сборной Польши, что знаешь об этих командах, и следил ли ты вообще в целом за молодежной сборной на этапе отборочном? Конечно, следил, смотрел постоянно игры сборной молодежной, хорошо смотримся, и вот сейчас разбирались с командой разных своих соперников, и думаю, что уже хорошо подготовились к болгарам. Как думаешь, серьезно отличается ли уровень футбола на уровне молодежных команд и ЦСКА, где все-таки уже взрослый футбол и вообще, в принципе, если сравнить РПЛ и молодежный футбол, может быть, юношеский? Ну, все ребята в основном из российской премьер-лигии, и я думаю, что все поднатасканные, и мне кажется, уже плюс-минус одно и то же, все то же самое, все очень серьезные противники, все очень серьезные ребята. Расскажи о выборе своего позиции на поле. Сам ли ты выбирал ее, или тебе тренеры наставляли туда, куда тебе надо? Ну, вообще в Академии я, получается, играл правого защитника, и потом, когда был переход вот как раз из Академии в молодежную команду, меня переставили за два года до молодежной команды центрального полузащитника, и там я уже варьировал то опорник, то инсайда, и как-то вот так, да, тяжело удалось все вот это. Тебе где самое комфортное? Приятно, приятнее играть в центре поля опорником, наверное, скорее всего, но и я не отказался и в атакующих действиях принять участие. Твой идеальный опорник? Тьяго, Алькантра. А инсайд, если? Инсайд. Либо Джесси Лингард, либо Дели Али. Окей, из наших футболистов. Не хочу никого выделять, все очень хорошие игроки. Политкорректно ответил. Тебе 20, а ты всю жизнь в ЦСКА. Расскажи, твои кумиры вообще из армейского клуба, кто они? На ком ты рос? Я вот, например, рос на Сергея Богдановича Симаке, на Владиславе Радимове. На ком ты рос? У меня не было какого-то конкретного игрока, то есть я просто учился всегда у кого-то, брал что-то отдельное и складывал все, и получалось что-то интересное. Расскажи немножко о своих увлечениях, естественно, как у любого футболиста. Есть, наверное, мечта поехать за границу. Соответственно, ты бы куда? Италия, Испания, Англия, куда тебя душа зовет? Честно, я еще не знаю даже, какая страна больше мне интересна, но в последних каких странах я побывал, думаю, интересно было в Италии все вот это. А так, если именно смотреть, где играть... Да, вот футбол, как хорошо, футбол чей? Какой тебе нравится больше? Ну, вообще лучше, мне кажется, лига, это английская премьер-лига. Думаю, если там поиграть, то это очень хороший результат. А не смущает, что там силовой футбол? Все-таки там надо такими мышцами там что-то пихаться, толкаться? Да нет, ничего, в этом нет ничего такого. Думаю, можно подтянуться и спокойно играть на высоком уровне. Провокационный вопрос, но несложный. Всю жизнь в ЦСКА бы хотел проиграть или хотел бы, может быть, попробовать? На данный момент я не думаю о каких-то других клубах и хочу остаться в ЦСКА. Расскажи, кстати, о микроклимате ЦСКА. Действительно, вот Игорь Акинфеев, он такой дядька, и вот он ведет за собой молодую гвардию. Ну, это очень опытный игрок, и я думаю, что самый главный в команде это Игорь, и что все прислушаются к нему. И, конечно, он может пихнуть, но не без этого, я думаю, всегда нужно слушать капитана. Кстати, братья как-то проявляют себя на тренерском попроще? Да, конечно, это очень большая поддержка для нас. Это тренерский штаб, Вася Березуцкий к нам перешел в тренерский штаб, Алексей пока ведет дела в клубе. Я думаю, это очень большая поддержка для команды. Окей, давай тогда не будем о футболе, немножко поговорим о тебе, расскажем, раскроем тебя как личность, расскажи о своих увлечениях. Давай прям по порядку, давай начнем с фильмов. Какие ты любишь фильмы смотреть? Честно, смотрю все из последних, ну вообще просто все, что есть смотрю. Из последних смотрел, что мне очень понравилось, это «Невидимый гость» фильм. И после этого я посмотрел «Линк для адвоката» и все, больше. Вот из последних мне эти понравились, это фильмы, и все. А сериалы смотрел, лучший сериал, который я смотрел во все тяжкие. А «Острые козырьки» это популярный сериал в молодежке? Да, но мне как-то по душе во все тяжкие, вот этот «Брекинг Бэт». Вот это вот. Хорошо, российские или зарубежные фильмы тебе больше нравятся? Да вообще можно любой посмотреть фильм. Просто ты же не знаешь, какой фильм, какой интересный или неинтересный. Приходится все смотреть, а там уже как повезет. А не было возможности ознакомиться с советским кинематографом? Может быть, что-то посмотреть? Не особо нравится именно советский кинематограф. Больше нравится вот что-то новое. Неужели у тебя нет новогодней традиции сесть за столом и посмотреть «Ироне судьбы» с салатами? Посмотреть можно, но не особо нравится. Любимый актер, любимая актриса? Назову актера, наверное, Том Круз. Более-менее актрису, не знаю даже сказать что-то. Анжелин Джоли, пусть будет. Идеал женщины? Моя мама. Идеальный ответ. Идем дальше. Книги. Расскажи, что читаешь, что, может, порекомендуешь нашим? Честно, не особо читаю, не особо нравится, но советую всем читать и развиваться во всех аспектах. Расскажи мне, не знаю, учишься ты, не учишься? У тебя как раз возраст для высшего учебного заведения? Да, учусь, но пока что в синергии не очень престижный, но надо где-то, приходится учиться. Не без этого. А кем бы ты хотел стать после, допустим, игровой карьеры? А хотел бы стать в футболе? Я не знаю, не буду заказывать, я не знаю, что будет дальше. Хотелось бы, не знаю. Конечно, в учебе что-то интересное провести. Если не футбол, то что? Не знаю. Честно, вообще ничего в голову не лезет. Еще один мой любимый проекционный вопрос тогда. Ты попал на необитаемый остров. Три человека, которых бы ты взял на необитаемый хвост? Мама, папа и сестра. Три вещи, которые бы ты взял на необитаемый остров? Мяч, компьютер, я не знаю, что в голову. Какие компьютеры необитаемый остров? Ну, компьютеры там, зарядку, может, что-нибудь придумают. На необитаемый остров? Ну да, LTE-шку раздать, что-нибудь, модем. Модем вот третье. Понял. Так, про музыку. Давай про музыку, какой слушаешь? Да, меломан вообще, без разницы, что слушать. Все, что нравится ушам, все. Все, можно. А характеризуй себя тремя словами. Настырный, добрый. Ну, отзывчивый. Давай глобальным. Мечты. О чем ты мечтаешь? Прямо только о самом великом. Нет, давай тогда промежуточная мечта и самая великая. Ну, промежуточная это сейчас помочь заборной молодежной команде выиграть два матча ближайших и попасть на евро. Если о глобальном говорить, то, не знаю, сыграть в финале Лиги Чемпионов, думаю, вот это. За ЦСКА? Да. Дорогие друзья, сегодняшний наш футбольный разговор длился чуть-чуть меньше, обычно мы общаемся где-то примерно плюс-минус тайм, но сегодня уличное у нас интервью, оно более коротное, экспресс-интервью получилось. Константин Морзишвиль у нас был в гостях. Кость, большое тебе огромное спасибо, что нашел время, рассказал немножко о себе, надеюсь, наши болельщики остались довольны.